Здравствуйте, Вечерняя Москва в прямом эфире. Меня зовут Катерина Рукавичникова. Эта рубрика «Надо обсудить». Здесь вместе с нашими экспертами мы учимся лучше разбираться в себе и в этой жизни. Сегодня поговорим о наболевшем, о детях и гаджетах. Почему дети так любят гаджеты, не выпускают смартфоны из рук и сколько можно детям сидеть с этими новомодными игрушками. У нас в студии Елена Бурьевая, детский психолог и игровой терапевт. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Екатерина. Снова очень рада приветствовать вас в студии. Ваши эфиры всегда очень полезны и я надеюсь, сегодняшний тоже станет таким. Во-первых, давайте начнем сначала. В каком возрасте уже правда можно давать детям гаджеты? Ой, это вообще тяжелый вопрос, очень сложный, потому что каждый родитель хочет услышать вот эту цифру, когда может отдать, для того, чтобы, собственно говоря, расслабиться. Вот вся история про психологию, то, что родитель хочет услышать что-то, что снимет с него ответственность и так далее. Не знаем мы. Да, ну нет этих цифр, ну честное слово. Но у нас только 20 лет, как в кармане находится интернет. Всего лишь навсего, да. При этом нам с вами больше 20 лет, да. Наши дети были у нас в животиках, в то время, когда мы держали уже телефоны, да, и с интернетом ходили по улице. Поэтому здесь нужно четко понимать, что, конечно же, природа, когда создавала человека, создавала его нервную систему, психику, она не предполагала, что он будет сидеть за вот такой вот замечательной штукой достаточно долго. Очень красивой. Да, и здесь еще нет ни единой вообще кнопочки, да, и будет что-то вот так вот и классненько, собственно говоря, нажимать и так далее. Ну, то есть природа об этом не думала. Еще это эстетично же, да, то есть вот дети все сели, замерли, они вообще не двигаются. Они даже не понимают, хочу я писать, хочу я какать, проголодался я, да, то есть они вот просто забывают. Более того, родители часто используют гаджеты, да, вот для того, чтобы переключить внимание ребенка, когда он начал плакать, расстроился и так далее. И вот здесь, конечно же, это тоже неверно, да, и когда мы хотим ввести гаджет в жизнь своего ребенка, мы должны четко понимать, что гаджет намного интереснее вот этой жизни, которая есть сейчас. Вот, и сможете ли вы поддерживать вот эту вот активность без гаджета, вот это самое важное. Но, если мама устала, если маме нужно поспать, если маме нужно что-то сделать и так далее, я в любом возрасте говорю, дайте гаджет, включите телевизор, да, нет проблем. Главное понимать, что вы будете делать в этот момент. Если вы в этот момент будете просто лежать, да, и вот, ну, отдыхать, то хорошо, я согласна. Потому что у нас закон какой, все очень просто, да, я могу дать то, что у меня есть, да, если у меня есть хорошее настроение, я дам хорошее настроение, есть позитив, знание, я это дам, если я уставшая, я это буду давать. И вот они получаются, дети, которые мам, 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 и мама такая, ага, ты меня уже вообще вот так вот всего бесишь и так далее. Но и, конечно же, так как мы знаем, да, что психика, ну, не предполагала того, что дети статично в маленьком возрасте сидят, да, то нам важно сказать детям, чтобы они при этом двигались. И поэтому я, чем младше ребенок, тем больше предпочтения даю всегда телевизору. Он огромный, его нельзя потрогать, да, он стоит, как правило, там, на полке или, ну, на стене прикручен. И родители могут прям говорить, смотри, ты можешь смотреть мультик, но только стоя, да, как только сел, я сразу выключу, да, и ты должен прям бегать, прыгать, вот как в мультике, прям повторив все. А родители что обычно делают? Ну, возможно, вы не замечали, но обычно родители делают вот как. Ребенок начинает беситься, смеяться, вверх тормашками, что-то там перед телевизором. И родители сядь, хватит, прекрати, перестань. А наоборот, мозг-то видит, да, считывает, там идет какое-то движение. И мозг тоже хочет, ну, собственно говоря, эти движения. Вот если этих движений нет, я статично просидел, да, но при этом я как бы на самом деле двигался, то потом истерика сто процентов будет. А если ребенок будет сразу, то истерики-то потом не будет. Более того, когда мы приходим, например, с маленьким ребенком, ну, то в поликлинику, и вот ребенок начинает, вух, да, туда-сюда, и мама понимает, что это сейчас мне замечания будут делать, да, я не хочу, чтобы это так было. Мама что делает? Мама дает телефон, говорит, на, сиди, играй. И вот забирает телефон, и вот ребенок начинает плакать и заходить, собственно говоря, к этому врачу. И всем это не нравится, там, ругань и так далее. А как надо? А надо с ребенком войти в это пространство, да, вместе сесть и посмотреть. О, как интересно, ничего себе, вот эта девочка там прыгает сейчас по лужам, там, то-то, то-то. Да, буквально 10-15 секунд. Вы просто вот сюжет проговорили ребенку того, что происходит. Дальше ребенок сам смотрит, и вы понимаете, что пора уже выключать телефон, да, забирать, и вы опять входите в это пространство и говорите, ничего себе, как свинка прыгает, да, там, вот в таких синих сапожках. Ребенок к вам присоединяется, отвечает на ваши какие-то там слова, да, говорит, да, мама, еще вот свинка, тот-то, тот. Вот все, и в этот момент вы говорите, что нам пора к врачу, да, нам сейчас вот нужно поставить, давай вот сюда нажимай, это пауза, мы от врача выйдем, да, и досмотрим. И тогда вы без истерик совершенно спокойно заходите в кабинет, да, то есть... Возвращаем так в реальность, да, его немножко из этого транса, потому что ведь когда ребеночек там, он полностью там, как будто бы зомбирован этим гаджетом или этой игрой. Ну, это действительно так, мы тоже взрослые сейчас зомбирные, да, как обычно, там, муж уйдет сейчас с ребенком, я столько всего переделала, ну, сейчас я буквально посмотрю одно видео, все, хоп, муж с ребенком вернулся, прошло два часа, оказывается, да, я ничего не сделала, я листала эту ленту. Что говорить, да, о детях? У детей еще все только формируется, им, конечно же, очень сложно все это смотреть. И вот, говоря про вот этот контроль, да, который, чтобы выключить, да, там, отказаться, мы взрослые вот этот контроль себе выстраиваем чем? То, что у нас есть там обязанности, работа, зарплата, там, ну, что такое, всех накормить и так далее. У детей этого ничего нет, им сложнее, у них есть внешний контроль, это в виде мамы-папы, которые выключи, хватит, хватит, выключи, да, и как только мамы-папы нет, контроля нет, я буду круглосуточно сидеть, потому что внутреннего контроля нет. И наша с вами задача – взращивать у них вот этот внутренний контроль за то, что я должен выключить то, что мне приносит здесь и сейчас удовольствие, и делать то, что мне, например, не очень нравится, взять и читать книгу, да, там, или еще что-то. И здесь прямо с маленького возраста, уже года с трех, мы можем вводить такие метод стикеров, я это называю, есть вот эти стикеры-липучки. И прямо ребенку берете, говорите, давай, ты будешь сейчас смотреть три мультика, как правило, это короткие мультики, там, 7-15 минут, да, вот, сериальчики. И вот говорите, что смотри, вот пошли буковки, да, мультик один закончился. Вот это один стикер, вот это вот второй, третий. Мультик один закончился, вот так вот смял ручкой, да, и бросил на пол, да, закончился мультик. Второй, третий, да, а потом вот на красную кнопочку сюда нажал. То есть потихонечку, да, чтобы ребенок не просто так, а, да, мультик один, идет второй, третий. И вообще, а сколько ты посмотрел, а я не знаю, вот это вот, да, а чтобы он тоже был как-то включен и так далее. Ну вот нас, взрослых даже, ученые немножечко ругают и говорят, вот гаджеты, вот эти все социальные сети, это просто очень быстрый дофамин. Зачем вы вредите своему мозгу? А что происходит с мозгом вот ребеночка маленького? То же самое? Это тоже вот этот самый быстрый дофамин? Ну, и там даже мы же получаем удовольствие, предвкушая удовольствие. То есть мы даже, это вот как киндер-сюрприз, да, то есть мы в надежде, что там что-то будет такое интересненькое, то есть вот это ведь больше, то есть игрушка чаще всего в современном мире, или, по крайней мере, мне еще ни разу киндер-сюрприз, нормальная игрушка не попался. Это в детстве было. Ну, в детстве, да, вот сейчас ни одной вообще непонятной. Но при этом мы хотим, мы открываем, мы вот ждем. И здесь, листая ленту, мы тоже чего-то все время ждем, да, а вот это вот не случается, поэтому там достаточно очень быстрый спад потом по эмоциям идет. У детей здесь еще что получается? То, что им, ну, онлайн-пространство позволяет быть другим. То есть, ну, представляете, мы, взрослые, уже сформировались как личности, мы точно знаем, что мы там такие, сякие, пятый, десятый, да, и если в онлайн-пространстве, то мы стараемся все равно там свое лицо не потерять, да, если мы говорим там про сториз, еще что-то и так далее. А у детей это наоборот, да, то есть у меня вот здесь вот все плохо, я там тревожна, я это, я здесь могу быть вот таким, вот, классным, да, и все. И тогда, получается, в онлайн-пространстве меня все любят там и так далее, да, а в жизни так, и тогда онлайн-пространство для меня более приемлемо, лучше, и вот я там сижу круглосуточно, и родители, вот, что это такое и так далее. А как тогда соблюсти этот баланс, чтобы в реальной жизни ребеночек тоже присутствовал и развивался, но и, ну, уже без гаджетов, видимо, совсем никуда, все равно он будет, но как не допустить вот этого перекоса? Без гаджета действительно никуда, то есть у нас не во всех уголках России есть туалеты в домах, но везде есть это чудо техника, не везде есть интернет, я была сейчас на Алтае, там нет интернета во многих местах. Значит, что здесь? Здесь очень важно, вновь повторюсь, взращивать в ребенке внутренний самоконтроль, внутреннюю саморегуляцию, чтобы ребенок понимал, что я должен, да, выключить вот это. Мы ребенку должны предварительно объяснить, что наша жизнь, она разная, да, у нас есть колесо баланса, и оно делится на разные сферы жизни, и я вот добавила сферу жизни онлайн. Вот я тот психолог, который добавил, наконец-таки, эту сферу, она есть, да, и теперь есть, у нас, получается, есть сфера общения, да, оффлайн, онлайн, ну, у нас есть обучение, у нас есть там семья и так далее. И вот здесь дети же обычно как, да, а тебе почему можно, а мне нельзя? Вот, и мы здесь ребенку говорим, вот смотри, я как родитель должен тебе, собственно говоря, организовать вот четыре вида там общения, да. Первое – это обучение, да, чтобы у тебя было обучение. Второе – это физическая активность. Третье – это общение твое со сверстниками и хобби. И вот смотри, вот после ты можешь онлайн. И поэтому, когда ребенок говорит, а вот почему ты сидишь в телефоне, а нет, да, я начинаю говорить, я сегодня поучилась, я там прочитала книгу или там послушала какой-то урок, ну, что такое, да, я поучилась. А там со сверстниками, там, с бабой Ниной на площадке я там пообщалась, полы я помыла физической активностью, у меня, собственно говоря, была, да, и хобби позанималась, пироги там напекла или что-то там подшила и так далее. Поэтому я села онлайн. То есть здесь нет такого, что ты маленький, поэтому ты нет, да, а я большая, поэтому да. Нет, вы вот так прям рассказывайте, и дети охотно за этим следуют. Более того, мы ребенку объясняем, что так как наша жизнь очень интересна, да, и там много всего, ты просто пропускаешь, да, и вот для того, чтобы ты не пропускала, моя тревога не зашкаливалась, потому что я очень сильно переживаю, да, давай сделаем. Вот знаешь, знаете, как у меня сейчас с моей старшей дочкой и с младшей дочкой, они мне в WhatsApp должны писать или текстом, или голосом, я включила, да, там, планшет, я выключила. Причем они сами ставят себе будильники, ну, вот это время, у нас фиксированное время, один час они могут сидеть, потом два часа перерыва. Это им уже сколько лет, что они такие осознанные? Значит, младший 7, старший 10. Эту систему я ввела, когда младший было, было, получается, 5, а старший вот 7, там, с половиной, ну, вот что-то такое, у них там 2 и 3 разница, вот, и они просто, мы включили, мы выключили, мы включили, мы выключили, да, и в перерыве они тоже знают, чем заняться. Но это на зону ответственности взрослых, да, то есть расписать, что ты прочитал книгу, ну, и вот тоже. Прочитал книгу, у меня нет рядом, когда читают книгу, да, и тоже голосом записывает сразу пересказ, да, я прочитала 20 страниц, там было то-то, 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 и так далее. И это про контроль. То есть мне нужно, даже если я хочу обманывать маму и посидеть дольше, она проверить не может, мне все равно нужно вовремя ей написать, что я включила и что я выключила. Ну, то есть это же тоже. А обманывать, ну, нужно уметь, ну, не каждый взрослый может, да, 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 тут что говорить о детях. Поэтому вот эта вот тема, она очень классная, потому что все, мы посидели, мы теперь пошли на улицу, да, и плюс вот эти промежутки, которые появляются, у них появляется голод, у них появляется ощущение, да, там, что они хотят пописать, покакать, потому что так можно, ну, вот сидеть обычно... Да, и ты даже не чувствовал то, что у тебя есть какие-то желания были, а потом, ой, я сильно хочу в туалет, и вот я там побежала в этот туалет. А можно ли выстроить жизнь ребенка так, чтобы у него не было интереса к гаджету? Я думаю, да, конечно, и мы ведь знаем многих известных людей, которые в том числе стояли у основания всех этих гаджетов и интернетов, которые говорят, мы своим детям это не даем. И очень часто на лекциях меня тоже спрашивают, вот как вы к этому относитесь, как вы можете давать эти советы, если вот они все отказываются от них. И здесь очень просто, да, у них действительно есть ресурсы, ну, в том числе материальные, на то, чтобы их дети чувствовали себя комфортно без этого, да, в том числе, потому что если мама и папа зарабатывают прожиточный минимум, да, для того, чтобы там репетиторов, еще что-то, то я как бы не очень веселую жизнь тебе дам, потому что я все время на работе, а ты сидишь один, да, и хочешь не хочешь, но вот, к сожалению, ну, реальность вот такая. Вообще, какое правильное отношение должно быть сформировано к гаджету? То есть гаджет – это что? Награда или баловство, или когда нечего делать. Ну, то есть вот есть же какая-то, наверное, золотая середина, которую хотелось бы привить, вот правильное отношение к этому самому предмету, чтобы гаджет не был центром мира ребенка. Тогда чем он должен быть? И вот этим центром мира очень часто родители ведь сами и делают, да, потому что они начинают, будешь хорошо вести – посидишь, да, не сделаешь – заберу, и так далее. И это становится то, что, ой, это что-то важное, и так далее. Ну, то есть на самом деле это просто часть жизни, да, и этой частью жизни нужно учить пользоваться. Оказывается, в гаджетах, ну, есть еще навигаторы, есть словари, англо-русский переводчик, русско-английский, да, и так далее, китайский там, ну, и так далее. Можно даже навигатор взять, ребенку поставить и сказать, давай по навигатору попробуй построить маршрут, чтобы дойти туда-то, веди меня. И детям очень сложно идти, да, еще если выключить звук, и просто самому как-то идти, и вот это следить, и так далее. Ну, то есть что можно фотографировать, что можно видео снимать, монтировать и так далее, делать какие-то рамочки, еще что-то. У меня вот очень много есть знакомых, да, которые рассказывают, что их дети подрабатывают тем, что научились делать презентации, там, что какие-то видео снимают, ходят и так далее. Ну, то есть это небольшая пока заработная плата, да, но это то, что в том числе благодаря гаджету. То есть я не просто сижу, а я еще могу там обучаться. И в целом гаджет и интернет, ну, нам очень много пользы дали, вот, в ковидные времена, когда мы все просто сели, да, нам еду приносили, мы могли общаться друг с другом, да, так бы это вообще не было ничего, у нас все это было. Ну, поэтому здесь очень много плюсов, здесь также есть, ну, и минусы, это и про безопасность, естественно, да, очень много мошенников, поэтому очень важно детям это объяснять, что сейчас нейросети, да, поделывают и голос, и видео, и то, ну, то есть вот это, чтобы знал, да, и поэтому, что бы ни случилось, позвони маме, позвони папе, ну, а потом все остальное, да, что карточки, номер, никогда никому не рассказываем, никуда не вводим, ну, то есть это такое вот, ну, конечно же, про онлайн-безопасность, да, что ты не знаешь, с кем ты общаешься, да, и для этого сделайте тоже страничку левую, и покажите, ну, как ты думаешь, кто это, и ребенок пусть думает, это тот, это тот, а вы такие, хоба, а это я, типа, представляешь, дядя там 40-летний, ну, типа-то, ну, то есть вот прям рассказать вот детали, вот так, конечно же, рассказать, что в онлайн-пространстве есть также правила и нормы поведения, и, конечно же, мы можем позволить себе, там, агрессировать еще что-то, но ведь другому больно, да, и в обычной жизни ты бы не вел себя так, и это на онлайн-пространстве тоже нужно переносить, да, и мы должны очень культурно общаться друг с другом, если видите, что кого-то там начинают, ну, как-то обзывать еще что-то, то здорово поддержать этого человека и сказать, что, вы знаете, там, ну, а я так не считаю, да, или там еще что-то, ну, или просто промолчать уже прям хорошо, потому что понятно, что сейчас все это не очень экологично выглядит, онлайн-пространство используют для проживания, да, всех негативных эмоций и так далее. А вот мониторить социальные сети ребенка своего, ну, уже подростка, ладно, да, все-таки к социальным сетям приходят уже подростки, мониторить, вести их, как-то ограничивать времяпрепровождение, стоит ли, или дать ребенку, там, 13-14-летнему уже полную какую-то свободу, как вот здесь лучше поступить? С точки зрения безопасности, опять же. Ну, начинаем с базы, да, то есть нам желательно просто ребенку сказать, что если ты соцсеть хочешь вот чисто для общения с друзьями, то у тебя аккаунт должен быть закрыт. Друзья должен принимать только того, кого лично знаешь, да, не нужно там друг друга друга друга, возможно, вы знаете, да, ну, то есть таких не должно быть людей. Потом мы все равно должны понимать, что аккаунты часто взламывают. И тебе может написать твой друг, но на самом деле это не твой друг, да, и он не будет виноват в том, что ты там отправил деньги или там что-то еще случилось. Потом правила баннера. Все, что уходит в интернет-пространство, да, нужно проверять на рекламном щите. То есть готов ли ты вот этот текст, вот это видео, вот это фото, да, чтобы висело перед папиной работой, маминой работой, бабушкой, дедушкой, твоей школой, еще что-то, да. Ну, то есть такое достаточно легкое, но трезвое, да. А правда я это фото готова, да, потому что из интернета не удалить ничего никогда. Они думают, у себя удалили? Такие все? Нет, не все. Остается там навсегда. Как это будет использовано, непонятно. Поэтому детям очень важно вот это тоже, да, рассказывать. Потом рассказывать, что, ну, вот соцсети, они для того, чтобы вот общаться. И если соцсети как работу хочется рассматривать, да, там вот эти лайки, там еще что-то. Все же блогерами хотят уже быть в 13 лет. Все хотят, да, то нужно понимать, что есть законы, да. И эти законы здорово сесть, почитать, да, родителям и сказать, что все, что мы видим, да, где этого возраста или младшего возраста, это ведут родители, это большая команда, это то-то, то-то, потому что вот по закону, ну, не может маленький ребенок, не имеет он на это права, да. Ну, то есть это вот тоже объясняет еще что-то, да, тебе хочется. Ну, что-то разрешить, например, да. Вот ты можешь, вот смотри, там, допустим, то-то, то-то. У меня вот старшая дочка, она научилась как-то монтировать видео, какие-то там анимационные, то есть без лица, лицо нельзя, я, ну, не разрешила, анимационные, по полтора-два миллиона залетают ее ролики. Я периодически говорю, может быть, мне еще смонтируешь-то. Ну, то есть, и она сидит, и я говорю, а вот хейтеры там, бывает еще что-то? Она говорит, да, конечно, бывает. Я говорю, а как ты к этому относишься? Она говорит, ну, как к этому относиться? Ну, видно, что человеку нечем заняться, да, говорит, потому что я вот, у меня есть, допустим, всего три часа посидеть за гаджетами, и из них я два часа монтирую этот ролик, 15-секундный, и потом вижу этот негатив, я понимаю, что, значит, человек не прицеляет. Ну, вот это вот, а человек, который прицеляет, такой не напишет. Да, ну, то есть, и так вроде, тебе точно 9, а ты так рассуждаешь, как-то странненько. Вот детям, особенно маленьким, которые берут в руки гаджет, практически рождаются уже с этими телефонами, ну, так сейчас, да, все говорят. Насколько опасно жить, можно даже так сказать? Потому что очень быстро же формируется зависимость от гаджетов, и очень тяжело, наверное, отловить самое начало этой зависимости. А потом уже как бы поздно, потом они уже полностью в этих гаджетах, и все, и погрязли в этой зависимости. Как не упустить момент? Ну, вот в МКБ-11 вводили игровую зависимость, вот эту компьютерную гаджетозависимость. То есть мы пока по МКБ-10, то есть у нас пока нет вот этого вот зависимости, ну, мы не считаем, что существует она. Но вообще у любой зависимости, как у любой болезни, есть определенные причины. И это, ну, вот самые такие первые причины, прям вспоминаем, да, людей в зависимости. Они не следят за собой, они плохо пахнут, у них очень много еды за столом, тарелок, это неряшливо, ну, и так далее. То есть вот это вот означает, ну, и там пошло-поехало, там они очень агрессивно относятся, когда вот выключают, это забирают, ну, еще что. Ну, то есть и там вот эти вот, прям вспоминаем, как выглядит зависимость, да, и переносим. Поэтому чаще всего мы говорим все-таки не про то, что с зависимостью детей, а про то, что родители просто не научили детей с этим жить. Ну, потому что они сами тоже не знают, как с этим жить. Это реально очень сложно. Я говорю, вот все всегда спрашивают, а когда, какой возраст, и сколько минут можно, а это, да никто не знает, да. Ну, вот даже исследования, чтобы провести, ну, давайте 20 лет всего лишь навсего есть интернет. Да, ну, 20 лет, ну, какие такие вот масштабные исследования, которые, вот ребенок родился, да, и мы вот видим, что там в 40 лет у него, ну, мы даже это не можем. Ну, то есть нет, то есть относительно вот какой первое поколение сейчас детей, которые вот прямо с рождения с гаджетом. Другие поколения, они были еще вот так вот, да, у меня... Еще успели пожить без. Да, у меня в 17 лет появился телефон, да, ну, то есть вот, ну, на это тоже нужно, понимаете, и делать скидку. Конечно, природа не знала, что дети будут так развиваться. Конечно, будет задержка, ну, речевого развития, ну, как следствие психического развития. Конечно же, это будет, ну, это плюс-минус там по полгода, да. Конечно, будет больше там эмоциональной нестабильности. Ну, это все логично, потому что физическая активность уходит. То есть если мы добавим детям физическую активность, ну, на этом все как бы... Уровнится. Да, да, потому что физическая активность – это лучшая профилактика детской агрессивности, ночных и дневных страхов, да, тревожности. Ну, то есть это эмоциональная разрядка, плюс еще если игру со сверстниками, да, свободно, то это вообще прям потрясающе. Ну, то есть, а они вот сели, статично, не двигаются, да, и пошло-поехало. Конечно же, здесь, как все говорят, вот, будет зрение ухудшаться. Ну, с окулистами разговаривала, окулисты говорят, зрение ухудшается, там, предрасположенность генетическая, ну, наследственная, да, если мало физически активный образ жизни. Опять все к этому, да? Ну, просто гаджеты, да, то есть сами-то экраны, они же безвредны на самом деле, да, но то, что я вот так вот сижу статично, вот это, ну, действительно приводит к тому, что зрение ухудшается. Ну, вот ни один родитель, конечно же, не хочет навредить своему ребенку, тем более, там, давая гаджет, но иногда бывает, что мамочка, как мы уже говорили, да, мамочка устала, и, ну, ребенка нужно чем-то занять. Вот и безвыходное положение, ну, легче всего, проще всего дать уже этот гаджет, эту игрушку, этот телефон. К чему это может привести? Давайте рассмотрим какие-нибудь самые негативные последствия, если вот идти по такой траектории. И какие есть альтернативы тогда? Самое важное здесь помнить, что реакция родителей всегда закрепляет поведение детей. Если ребенок плакал, и мама дает ему телефон, да, и ребенок такой, оп, здорово, и такой, ну, в общем, когда я сильно плачу, мне дают телефон. Ну, значит, нужно в следующий раз еще громче плакать. Ну, вот как-то так, да, ну, то есть, потому что ребенок такой, о, ну, здорово, ну, и ладненько. Да, или ребенок сидел, играл в телефоне, и телефон резко забрали. И он тоже заплакал, и ему отдали. Такие, ой, ну, ладно, еще посиди. И он такой, а, ну, это так работает. Ну, я-то не знаю, как здесь работает. Поэтому здесь, ну, прям такого, как... Вот чем тогда, кроме гаджета, можно, если спать он не хочет, а гаджет уже привык. А у меня, у мамы, да, нет ресурсов с ним проводить время. Вот, кстати, интересно, как наши родители вообще выживали, потому что у нас же не было таких гаджетов. Ну, ресурс, это такая штука, которая приходит, когда ты что-то делаешь. Ну, то есть, если ты просто лежишь, то, к сожалению, ресурс не придет. Потому что для нашего организма, в том числе, да, ну, и химических всех этих процессов, нужна физическая активность, солнце, вода. Ну, то есть, природа, вот как придумала когда-то, да, вот так это до сих пор и работает, да, солнечный свет, ну, и так далее. И поэтому физической активности у нас сейчас тоже у всех очень мало. Мы также все в кабинетах сидим, мы малоподвижный образ жизни ведем. Поэтому мы все утомлены, ну, то есть, истощены и так далее. Вот 10 тысяч шагов просто ходить хотя бы, да, уже хорошо. Тренер мой говорит, если я буду бегать, у меня будет пресс хороший еще. Вот, да, то есть, можно, вот что-то еще такое. Значит, что можно сделать? Ну, вообще здесь нужно понимать, что дети очень хотят делать все. Ну, то есть, они с радостью будут разрисовывать что-то, они с радостью будут, там, заниматься пластилином, слаймом и так далее. Но, возможно, нужно будет преодолеть вот эту немножко скуку. И вот эта скука, она же самая тяжелая для родителей. Родители думают, что они должны быть аниматорами для своих детей. Если ребенок скучает, то, значит, плохо. Но на самом деле, когда ребенок скучает, там столько всего начинает у него, да, даже включается воображение, фантазия, да, пол, это лава, все и так далее. Ну, вот чтобы дойти до этого, нужно пережить вот эту скуку. И у современных детей проблема, что вот этой скуке никто не дает быть, да, вот это походить, поскучать. Вот ко мне бывают дети подходят и говорят, мам, мне так скучно. Ну, и просят гаджет как бы. Я такая, я не вон, мне так грустно, мне так... Я говорю, ты можешь, ты можешь ходить с грустным лицом, да, ты можешь скучать, ты можешь, да, можешь даже плакать сейчас. Ну, все, минут 20 еще походил, панел видит, что никакой реакции нет, все. Ну, приходишь, занятия, домики какие-то настроили, что-то там лазают, ползают. Осторожно, мам туда уже, и кот там как-то лечат его, ну, что-то такое, да, там всем досталось. Ну, и включается вот это. И они могут, мы верим, не могут. Здесь самое главное родителям. И расслабиться. Уже ввели правила гаджет тогда-то и четко удерживать эти границы. И когда это будет четко, вот здесь завтрак, вот здесь обед, здесь ужин, здесь там гаджет, здесь там книга, и это будет изо дня в день, каждый день, то ребенок уже не будет с вами, как бы, скандалить по этому поводу. Он точно будет знать, что гаджет будет с 15 до 17. И это никак не будет зависеть от оценок, от того, с какой ноги я встала утром. А то как бывает, ребенок проснулся утром не с той ноги, там, папе что-нибудь сказал, буркнул, типа, да, привет, там, что-нибудь такое. Папа такой, все, весь день без гаджетов. Останешься, да. Как это связано с этим вообще? Ну, то есть, ну, и здесь ребенок что, будет что-то делать в течение дня? Да ничего я уже не буду делать. У меня настроение уже плохое просто из-за того, что я проснулся. Да, а здесь, если вы вносите в режим дня вот это время, вы снижаете тревогу, скандалы, да, вот эти ультиматумы какие-то, шантажи, манипуляции. Зачем это все? Ну, давайте честно, вы же тоже сидите в гаджете. Даже сейчас нас посмотреть нужен гаджет. Да, нужен гаджет. Ну, да. Ну, вот честно. И просто ребенку сказать, что я бы тебе дал больше времени, да, но я вот пока не могу вот здесь справиться со своей тревогой. И ребенок говорит, вот, Вася сидит столько. Вот его родители уже справились с этой тревогой. А я еще нет. Я пока нет. Я вижу, что ты хочешь. Я работаю над собой, да, но давай вот пока столько. Вот я могу столько, прям спокойно. Да, я не буду тебя ругать, ни то, ни сего. Вот прям минуты больше, все, меня на счет 30. Ну, то есть, если по-честному так поговорить, дети, как правило, очень даже понимают. Ну, и напоследок, если мы поймали себя и своего ребенка уже на той стадии, когда действительно есть четкая зависимость, стойкая зависимость, и если только попробовать убрать у детей гаджет, начинается истерика. Я, кстати, присутствовала при этих сценах, это невыносимо. Как действовать? Вот как этот тяжелый период пережить? С чего начинать и что, в общем-то, делать? Ну, здесь четко нужно понимать, что я точно решила сейчас помочь своему ребенку, а значит, если он будет плакать, ничего страшного с этим происходить не будет. Я буду рядом, я буду контейнировать его эмоции, да, я буду ему отражать, да, что ты очень злишься, ты обиделся, ты расстроился, тебе очень хочется продолжать, да, я у тебя забрала. Ну, и так далее. И ребенок будет еще сильнее-сильнее, я не буду это воспринимать на свой счет, да, я буду прекрасно понимать, что ему сейчас очень тяжело, я буду рядом, я буду помогать ему организовывать досуг, да, ну, какое-то время, так сказать, буду с ним, я буду больше физической активности, с ним вот это ходить, гулять, я помогу ему найти окружение, сверстников, да, может быть, какие-то новые, запишу там секции, а может быть, это будет кружок по настольным играм во дворе, может быть, я его сама создам, да, и буду писать в чатах, что вы знаете, у меня ребенку 8 лет, я купила такие-то настольные игры, готова там еще 5 детей, 8-летних взять, да, я проведу им игру, ну, и так далее, ну, и это и развивать будем детей, да, и они будут общаться между собой, и, конечно же, что-то новенькое, потому что современные дети даже познакомятся, стесняются друг с другом. То есть главное преодолеть вот эту ломку и вытащить ребенка в реальную жизнь. Да, да, и там им действительно очень интересно. Спасибо большое за такие классные рекомендации, надеюсь, что они помогут нашим зрителям. Если у вас есть вопросы, или вы хотите поделиться какой-то историей, или вы знаете, как отучить ребенка от гаджета, поделитесь ею в комментариях. Также, если вы хотите предложить темы для наших следующих выпусков, оставляйте комментарии, мы все обязательно посмотрим. Меня зовут Катерина Рукавичникова, до встречи на Вечерней Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова